Сыграем в игру. Сейчас назову модель ноутбука и, скорее всего, вы вряд ли много о ней слышали. HP Envy 15. Напишите в комментариях, так ли это. Но фишка в том, что на деле оказалось, что это абсолютно недооцененное устройство. Смотрите, во-первых, сходу здесь OLED-экран в 4К, RTX-видеокарта с ценой меньше, чем у многих конкурентов, и особенно крутая система охлаждения, на которой мы остановимся. Но не все так радужно. Есть ряд подобных камней. В общем, много о чем рассказать. Думаю, будет интересно. Это Деодор, с вами Борис Сиденский. Погнали! Но для начала давайте просто посмотрим на характеристики. Дисплей 15,6 дюйма, AMOLED-матрица от Samsung, 4К, к тому же дисплей сенсорный. Процессор 6-ядерный Core i7, графика GeForce RTX 2060 в дизайне Max-Q. 16 гигов оперативки, 1 ТБ SSD, есть слот под второй SSD, оперативку тоже можно расширить. Это максимальная комплектация, есть версии попроще с IPS-матрицей, Full HD, процессором i5 и графикой пониже. Но вот это самое интересное. Важно, что при таких размерах экрана ноутбук компактный, тонкий, но нелегкий. 2,14 килограмма, тому вину металлический корпус и большой аккумулятор 83 Вт-часа. И, конечно, в таком корпусе с портами тоже все в порядке. 2 USB Type-A, 2 Thunderbolt 3, HDMI и даже слот для microSD. Правда, заряжать ноут по USB-C почему-то нельзя. Правда, с такой батарейкой все равно было бы долго. То есть по спекам уже все очень неплохо. Плюс RTX, плюс OLED должен стоить как ракета. Но оказывается, что нет. В Москве сейчас максимальную комплектацию можно найти от 140 тысяч рублей. Казалось бы, много. Но фишка в том, что большинство конкурентов данного ноута с куда более слабой графикой и, чаще всего, без OLED-дисплея, стоят дороже от 180 и до бесконечности. То есть кому нужна мощность в компактном корпусе, ничего дешевле, скорее всего, не найдут. Но в чем же подвох? Он должен быть. Скажем так, тут есть три недостатка, причем там, где вы их меньше всего ожидаете. Начнем с дисплея. И тут дело вот какое. Когда первый раз открываешь ноутбук с OLED-экраном, это какое-то особое вау. Все привычные интерфейсы и приложения выглядят совершенно по-новому, более сочно и круто. Ну а игры уж подавно, к этому еще перейдем. Думаю, насыщенные цвета и контрастность передаются даже через камеру. Яркость здесь 400 нит, настоящий глубокий черный цвет, стопроцентный цветовой охват DCI-P3 и заводская калибровка. Плюс ко всему, при диагонали 15 с лишним дюймов 4К разрешение делает картинку очень четкой. И думаю, этот ноутбук хорошее решение для тех, кто монтирует видео. Почему? Мы все чаще смотрим видосы со смартфонов, а там почти везде сейчас стоят OLED-ы, а монтируем почему-то на IPS-матрицах. И это, наверное, странно. С монтажом на OLED-е будешь лучше понимать, как видос будет выглядеть у ваших зрителей. Кроме этого, дисплей, конечно, поддерживает HDR-видео, и это вообще киллер-фича, как для мейкеров контента, ну и, конечно, для просмотра. Но я обещал недостаток, и у меня такой есть. Фишка в том, что вот эта матрица от Samsung, которую ставят во все ноуты с OLED-ами, обладает одним недугом — неравномерность серого цвета или Mura Effect. Особенно заметно при низкой яркости. Мы про это подробно рассказывали в специальном видосе, так что посмотрите. Если вкратце, то на сером цвете, а если приглядеться, можно отметить небольшую зернистость и переливы. В целом это почти незаметно, но можно учитывать. Так же, как и у всех AMOLED-экранов, у этого есть шим, но хорошая новость в том, что он начинается только при низкой яркости, меньше 50%. Но в целом, конечно, я поставил этому экрану 9 из 10 фильмов и игры в HDR выглядят потрясно. Следующий спорный момент — это клавиатура. Здесь есть несколько проблем. Во-первых, серый цвет клавиш, на котором плохо видны серые буквы и недорогой пластик. Во-вторых, спорное расположение кнопки включения рядом с Backspace и Delete вангую множество спонтанных выключений ноута. А еще здесь есть сканер-откечатка пальца, и это хорошо, но почему-то он не встроен в клавишу, а расположен вместо правого контрола. Такие дела. В остальном клавиатура весьма ок, и трекпад хороший, с драйверами Windows Precision. Еще порадовалось, что веб-камера здесь механическая, открывается и закрывается по нажатию кнопки. Прикол. Когда свет есть, вполне неплохо. Качество камеры и звука, как обычно в ноутах, без восторгов, но для зум-конференции хватит. А вот динамики очень приличные, они находятся вот здесь, снизу, по бокам, и сделаны вместе с Bang & Olufsen. Ну и самый очевидный недостаток — при достаточно емкой батарее ноутбук живет не слишком долго. Он протянет около шести часов серфинга в сети, и это меньше, чем у конкурентов. Может, тому виной не финальные драйверы, и это пофиксит с обновлениями, а может OLED-дисплей очень прожорливый. Хотя тоже непонятно почему. Надеюсь, автономность в итоге подрастет, ноут явно способен на большее, да, и в остальных аспектах все в порядке. И мы переходим к охлаждению. Можно было бы предположить, что такой компактный и при этом мощный ноут должен сильно греться, но этого реально не происходит. Почему? Давайте посмотрим. В стандартном режиме ЦП не разогревается выше шестидесят одного градуса, а в режиме производительности температура не поднимается выше 85, а GPU не разогревается выше 71. И это хороший результат. Откуда? Дело в том, что охлаждение ноутбука здесь реализовано не за счет тепловых трубок, которые мы привыкли видеть в большинстве ноутов. Здесь используется другая, более дорогая технология с испарительной камерой. Как это работает? В основе системы один принцип, так называемого фазового перехода. Внутри трубок циркулирует жидкость, которая при нагреве закипает и превращается в пар. Дальше пар конденсируется на стенках, охлаждается и снова закипает. И так по кругу. Переход из жидкости в газ, это собственно и есть фазовый переход. Основная проблема тепловых трубок в том, чтобы эффективно отводить тепло от горячих чипов. Они должны быть достаточно короткими, иначе жидкость будет слишком долго циркулировать по всей площади. Испарительная камера решает эту проблему. Она как бы одна большая сплющенная тепловая трубка, в которой жидкость циркулирует по всей поверхности и тепло отводится тоже по всей поверхности. Поэтому фазовый переход происходит куда быстрее. Но и это еще не все. Фишка в том, что внутри камеры специально понижено давление для того, чтобы жидкость закипала при более низкой температуре. Например, вода закипает при 50 градусах. Этот принцип хорошо знаком альпинистам. В итоге получается, что испарительная камера позволяет уменьшить площадь радиатора в сравнении с тепловыми трубками, сохранив при этом такую же эффективность. И главное, ради чего все это? Фишка в том, что такая система охлаждения позволила выжать максимум мощности из железа ноутбука. Note отлично справляется с медиапроектами, в том числе в 4К. Он входит в семейство RTX Studio, а значит предназначен для работы с визуальным контентом. NVIDIA RTX ускоряет более 50 программ для работы с контентом, в том числе самые популярные. Есть приложение GeForce Experience, можно переключаться на драйверы Studio. Они обеспечивают стабильность рабочего процесса, особенно в нескольких приложениях одновременно. Также в GeForce Experience можно одним кликом подобрать оптимальные настройки для конкретной игры. Но самое прикольное, что HP удалось еще сделать и добротный игровой ноутбук. Особенно для тех, кому не подходит дерзкий дизайн в стиле, там, ну вы поняли, когда много лампочек. Но при этом хочется 4К-дисплей с классными цветами, я вас понимаю. Первым делом какой-то запустил Counter-Strike GO и возрадовался. Full HD выдает стабильные около 200 FPS, а в спокойные моменты доходит и до 400. А вот Киберпанк почему-то не загрузился, видимо нужно какое-то обновление. А Doom Eternal отлично работает со стабильными 30 FPS. И, конечно, надо отметить технологию DLSS, которая обскейлит изображение в играх и доводит графон до максимума. Что в итоге? Самый жирный плюс это, конечно, OLED-дисплей, 4К, мало где такой встречи. Также пора для дизайна, материала корпуса, видюха и крутое охлаждение. Кстати, не шумит. Ну и, конечно, цена, ниже конкурентов. Из минусов. Небольшая придирка зернистости дисплея, средняя автономность, непремиальная клавиатура и, видимо, в некоторых случаях нужно подождать обновления софта или драйверов. Но в целом у HP получился интересный ноут, который одновременно, вроде как для монтажа, 3D-рендеринга, в общем, для работы. И при этом очень даже для игр. Ну и, конечно, кино в HDR посмотреть. В общем, пишите в комментах, что думаете про это устройство. Спасибо, что посмотрели. Ждем ваших подписок, лайков и колокольчиков, потому что новые видосы впереди в них. И увидимся. С вами был Борис Сиденский. Это Драйдер. До встречи в будущем. Анонс. Параллельно с этим я пытаюсь подружить себя с MacBook на M1. И скоро выйдет большой опыт использования человека, который постоянно пользуется Windows и тут перешел на Mac. Думаю, будет восхищено.